Чтобы сделать такую капусту, нам нужна сама капуста, морковка, лавровый лист, черный перец и соль. На крупной терке натираем морковки. Дальше все это надо хорошенько перемешать руками. Капусту я перемешала и сейчас беру соль, набрала ее столовая ложка с горкой. Так горка, чтобы была равна этой поверхности самой ложки, то есть чтобы была вверху и внизу одинаковая. И высыпаю ее для удобства в отдельную пьянку, потому что мы будем капусту накладывать в банку и постепенно присаливать ее слой за слоем. При этом будем вложить лавровый листок и перец. Для чего это делаем? Дело в том, что не всегда можно угадать то количество соли, которое необходимо для капусты, для ее нормальной засолки. А как раз столовая ложка как раз будет хорошо, то количество, которое как раз нормально будет для такого количества. Ну и особенно для начинающих хозяек это как бы удобно вот такую соблюсти, такую вот пропорцию. Поэтому слой за слоем хорошенько будем придавливать ее, чтобы она конечно пустила аж сок. Вот так у меня получилась банка трехлитровая. Я ее ставлю в тарелочку. Туда будет еще, когда она будет кваситься, играть, как бы будет вытекать сок. Сверху накрыть можно марлечкой, но так как марлечка это будет все равно мокрое. Я накрываю вот так блюдечком. Капуста квасится уже два дня. То есть с того момента прошло уже 45 часов. Я сняла блюдце, потому что видите, капуста поднялась. Постоянно идет процесс брожения. И я попробовала эту капусту. Она уже в меру заквашенная, в меру соленая. Вот выделила сколько жидкости с нее сок. Вот такая капуста. Квасите и вы, если вам подходит этот способ. Всего вам доброго. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok